Сегодня с большим опозданием я хочу рассказать вам про китайский Новый Год. Вот так к Новому Году украшают здесь все. Новый Год в среднем в конце января, в начале февраля. Зависит от лунного календаря. До Нового Года обязательно посетить родителей мужа, а также сходить на кладбище. Тут вы видите только мужчин. Это у них такое кладбище. Они столпились возле могил своих предков. Женщины в это время сидят дома с детьми. Некоторым детям все же интересно, поэтому они пришли посмотреть, как им. Чтобы показать предкам, что их помнят, звук должен быть как можно громче. Именно поэтому все эти петарды, хлопушки, все что угодно. Плюс огонь. Сжигают желтые бумажки, символизирующие деньги. Но такое происходит только в деревнях. В городах это и запрещено, и устарело. Это старые традиции. Ну а так как китайцев очень много, то такие звуки везде, в всюду. Это поражает, ужасает и по-настоящему страшно. А здесь я хочу вам показать вот это. Это выглядит как круг. И вот оно разматывается, круг в такую длинную полоску. В этой полоске напичканы, ну, по сути, наши петарды. Это очень громкий звук. Это вот к Новому году делают такое. Такое же на похоронах вы можете встретить, а также на свадьбе. Вот они из-за штуки подожгли. Седа – это обычное поле, которое засевается и все такое. Вдоль дорог таких куча. Просто хоронят там, где придется. Я так понимаю. Конкретно наша локация – это не очень далеко от дома. Ну, условно, 10 минут ходьбы. Ну, а вот предновогодние фейерверки. Как видите, везде абсолютно. Кому не лень. Запрещено, не запрещено, не знаю. Лично я очень против таких штук. Но есть Китай со своими большими, огромными традициями, которые можно уложить. А что вам запомнилось больше всего? Смотрите, как все здорово украшено и горит. Но так не везде. Это зависит от района города. Он бедный или богат. В обмене Нового года перед домом тоже практикуют такую штуку. Этот кружок, про который я рассказывала. Играем в карты на деньги. Мы играем в карты на деньги. Мы смотрим красивую, красивую, огромную, многочасовую трансляцию. В случае, я не вижу тебя. Добрый вечер, добрый вечер и добрый вечер. Редактор субтитров А.Семкин